Пять кабинетов Первой Одинцовской поликлиники оснастили ультрасовременным эндоскопическим оборудованием. Оно установлено в двух кабинетах хирургического корпуса стационара, а также в Перхушке, Везвенигородской и Никольской больницах. Оборудование начало поступать в 2020 году. Основная масса пришла в 2021 году. И вот последний прибор к нам приехал буквально сегодня утром с функцией Айскан, с функцией Зума и множеством фильтров для изучения ранних форм злокачественных наобразований. Эндоскопия весьма неприятная для пациента исследования, но в медицине это ключевой метод диагностики. Золотой стандарт для выявления заболеваний, в том числе онкологии. Желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей на ранних и поздних стадиях. А высокоточная медтехника позволяет детализировать анатомические структуры. Врач демонстрирует это на своей руке. Мы видим капиллярный рисунок пальца. Мы можем увеличить его, уменьшить. Мы можем добавить красок и тем самым посмотреть, как себя ведут внутренние наши маленькие капиллярчики. Есть ли какие-либо изменения со стороны рисунка. Есть ли какие-то новообразования. Вот посмотрите вот, друзья. Эндокапсулы абсолютно безболезненно проходят через весь желудочно-кишечный тракт пациента, делая порядка 15 тысяч снимков. Специальный пояс и запоминающее устройство помогут расшифровать данные специалисту. При этом все медики, работающие в эндоскопическом подразделении, готовы работать со всеми новациями. Все специалисты, которые есть в эндоскопическом подразделении, они, как правило, все стремятся к новшествам. Они все участвуют в вебинарах, они все участвуют в мастер-классах, циклах, приходят, посещают, ездят на конференции. Так или иначе, они все равно интересуются. И когда разговариваешь с тем или иным специалистом из любого подразделения, то понимаешь, что человек-то ориентирован во всем этом. В амбулаторных условиях медики могут провести и оперативное вмешательство, например, удалить полипы пищевода, 12-перстной кишки. Для этого оборудована операционная. Здесь же можно провести эндоузи. А по соседству разместилась палата для комфортного пробуждения после проведенной операции с больничной койкой и санузлом. Кстати, за 2021 год в этой операционной было проведено 527 различных эндоскопических манипуляций и прооперировано порядка 200 человек. Мария Шматкова, Наталья Гончарова, Станислав Трифонов. Телекомпания. Одинцова.